Валерий Карбалевич выходит с нами на прямую связь. Да, ну вот сегодня мы получаем достаточно тревожную информацию из Республики Беларусь о жестких задержаниях, о том, что Лукашенко зверствует, так пишут, по крайней мере, наши подписчики. Что вам известно, что происходит, что сегодня в Минске и других городах? Ну, сегодня в Минске проходил традиционный марш протеста, который проходит по выходным, по воскресеньям. Вот, значит, сегодня силовые структуры вели себя очень агрессивно. Задержано, по оценкам правозащитников, около 700 человек. Это много за одну акцию. Людей сбивали. Ну, опять же, здесь ничего нового. Традиционно бьют, хватают, таскают по земле. Только один случай применения спецсредств я читал было. Вот. Ну, а вообще, если говорить об акции, то собраться в одном месте, в одну колонну, чтобы можно было прошествовать по городу, не получилось. Причем не получилось уже второе воскресенье. Потому что действия сотрудников милиции были очень агрессивны, очень активны. Они разгоняли колонну еще на подходе. Вот. И поэтому не получилось собраться. Есть информация, что в Минск были стянуты сотрудники милиции из других городов. И в значительные меры это давало возможность именно с помощью количества блокировать возможность собраться участникам протеста в одном месте. Поэтому, в общем-то, второе воскресенье так получается, что марш протеста не получился в том виде, как планировался. Ну и можно говорить о том, что количество участников протеста в этот раз было меньше, чем обычно 100 тысяч, которые присутствовали все последние три месяца в ходе таких событий. Валерий Иванович, как раз буквально до вашего включения у нас в эфире был политолог Дмитрий Орешкин. Мы с ним пытались понять, интерпретировать слова Александра Лукашенко о том, что он гарантирует проведение новых выборов в республике, если жители сами примут такое решение. Что подразумевается вот в этой цитате? Ну, это такая обычная дешевая демагогия, которую всерьез рассматривать нельзя. Ведь Лукашенко много раз говорил уже на протяжении всех 26 лет своего правления о том, что, вы знаете, я так устал, мне так надоело управлять государством. Вот, я бы давно уже ушел, но вот народ-то не пускает. И вот 26 лет народ его все никак не пускает, хотя ему надоело, что он, так сказать, наился этой власти и уже готов бы был пойти на уступки. Ну, примерно вот из этой же сферы и вот это демагогическое заявление, что я готов вам гарантировать, так сказать, досрочные выборы, если народ, дескать, примет такое решение. Интересно, каким образом народ может принять такое решение. В Беларуси отсутствуют любые демократические механизмы. В Беларуси отсутствуют свободные выборы, в Беларуси отсутствует свободный парламент, в Беларуси отсутствуют местные органы самоуправления. То есть механизмов влияния общества на власть в Беларуси нет, от слова совсем. И поэтому говорить о том, что вот как народ решит, так и будет, ну, это просто смешно. 26 лет от имени народа говорил Лукашенко. Я думаю, что и сейчас он пытается говорить от имени народа. И вот все, что он будет говорить, дескать, он говорит от имени народа, так хочет народ. Ну, это такая несерьезная разводка. В Беларуси она мало кого вводит в заблуждение. Поэтому никто всерьез к этой реплике не отнесся. Ну, а заявление Александра Лукашенко по поводу ядерной державы. После посещения Белорусской атомной электростанции он сделал заявление о том, что Беларусь становится ядерной державой. Мы понимаем, что ядерная держава подразумевает наличие оружия определенного. Но вот Лукашенко сделал такое заявление. Как можно это понимать, интерпретировать? И для чего это было нужно? Ну, с самого начала нужно иметь в виду, что атомная станция в Беларуси возникла вследствие политических причин. Большого экономического смысла эта станция не имеет. Скорее, она убыточна. Она создает больше проблем, чем решает стране. А она возникла как политический проект Александра Лукашенко. Как реализация политических амбиций Лукашенко. Для того, чтобы можно было сказать, что смотрите, при моем правлении Беларусь стала ядерной державой. Вот, собственно говоря, единственный смысл этого дорогостоящего проекта, который сейчас реализован. И сейчас непонятно, что с ним делать, потому что электроэнергия, которая там есть, которая будет производиться, она лишняя. Расчет на то, чтобы экспортировать ее за границу, не получился. И поэтому надо сейчас создавать какую-то новую инфраструктуру для потребления электроэнергии. То есть какие-то строить новые жилые дома с электроподогревом, строить, скажем, станции питания для электромобилей. Это огромные расходы, огромные вложения, которых, собственно говоря, негде взять, кроме из бюджета. А бюджет тоже пустой. Короче, атомная станция создает лишние проблемы. А вообще, если говорить о том, почему эта идея построить атомную станцию возникла, когда-то еще в 2000-х годах Лукашенко как раз в разгар острого конфликта между Белоруссией и Западом, Лукашенко произнес такую загадочную фразу. Значит, государство с атомными станциями никто бомбить не будет. А это было как раз после бомбардировок Югославии, после Косовского конфликта, в результате которого НАТО вступило в конфликт с Югославией времен Милошевич. И вот после этих событий Лукашенко вот такую историческую фразу произнес. Я думаю, что она тоже в значительной мере объясняет причину появления в Белоруссии атомной станции и вот эту реплику, о которой вы сказали. Ну, могут ли за границей заинтересоваться покупкой электричества с этой атомной электростанцией? Потому что сейчас вот есть заявление министра энергетики Республики Беларусь Коранкевича, он как раз говорит о том, что Беларусь готова продавать электроэнергию, которую выработали на БелАЭС. Ну вот насколько она может быть конкурентоспособна, на ваш взгляд, за пределы страны? Ну, совершенно очевидно, что сейчас вступают в силу законы уже не экономики, а политики. Во-первых, Литва категорически против была этой станции. Из-за этой станции сейчас острый политический конфликт между Минском и Вильнюсом. В солидарность с Литвою отказались покупать электроэнергию Латвия и Эстония. А сейчас, особенно после того, что произошло в Беларуси, после выборов, когда Европейский Союз не признал Лукашенко победителем, не признал итоги выборов. Вот, говорить о том, что страны Европейского Союза будут покупать эту электроэнергию, но это близко к нулю. А Украина, возможно, обсуждались такие возможности, такие варианты. Но, опять же, из-за отношения Украины к выборам Беларуси, сейчас резко обострилось отношение белорусско-украинские, и, скорее всего, Украина пойдет, скажем так, в поддержку позиции Европейского Союза и тоже откажется покупать эту электроэнергию. Ну, Россия, если захочет, ну, это будет чисто благотворительный, так сказать, акт, потому что в России сегодня свой избыток электроэнергии, особенно в приграничных с Белоруссией регионах, скажем, даже Смоленская область. Вот, поэтому, если только гуманитарная помощь такая в виде покупки белорусской электроэнергии, ну, теоретически это возможно, но практически, опять же, это сложно представить с учетом того, что Россия сама переживает сейчас экономические трудности. Что касается результатов выборов в США, предположительно победил Джо Байден, потому что еще, конечно, коллегия выборщиков должна собрать, но, в общем-то, маловероятно, что у Трампа есть шанс. Есть ли какая-то надежда на новую администрацию США в белорусском контексте, как вы считаете, у протестующих? Ну, знаете, обычно белорусские официальные чиновники любят говорить, что американские президенты не сходу покажут на карте, где находится Беларусь. Так вот, если говорить о Байдене, то уж он точно знает, где находится Беларусь, потому что он много раз был в Украине, у него, так сказать, хорошие связи, он курировал украинский вопрос, и поэтому уж Байден точно знает, где находится Беларусь. Позиция демократов в отношении демократии и прав человека гораздо более актуальна для них эта тема, чем для администрации Трампа, вот, и поэтому можно предполагать, что внимание к Беларуси, внимание к проблеме прав человека и демократии при администрации Байдена будет гораздо больше, чем при администрации Трампа. Но, опять же, пока ведь администрация вступит в работу, что называется, это январь, потом пока будет сформирована команда, пока она определит приоритеты, не думаю, что Беларусь тут будет, так сказать, в числе приоритетов, вот. Вот, ну, опять же, это будет очень многое зависеть от того, что будет происходить в Беларуси. Если в Беларуси будут происходить какие-то очень драматические события, масштаб протестов будет большой, масштаб подавления большой, то понятное дело, что на это обратят внимание очень быстро. Поэтому все зависит от того, как беларусы будут себя вести. и несовпадение отправленных по почте бюллетеней с количеством избирателей, и наблюдателей, дескать, не пускали, и сбои в работе почты. В результате значительная часть этих бюллетеней, отправленных по почте, не дошла до избирательных комиссий, и так далее. Ну, и Байден, как бы, вернее, простите, и Трамп, ведь говорит о нарушениях и ссылается на какие-то факты. Ну, вот на эти факты и указывал Лукашенко, имея в виду, что, дескать, ну вот, у них там у самих серьезные проблемы с демократией, а они пытаются, как бы, учить Беларусь. Ну что ж, спасибо вам большое, что нашли время и вышли в прямой эфир нашего стрима. Валерий Карбалевич, политолог из Республики Беларусь, был с нами на прямой связи. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Пожалуйста.